Давайте начнем. Сегодня у нас седьмое занятие. Тема эта будет посвящена наш лендинг-пейджам, таким, скажем, посадочным страницам. И просто разберем особенности данного типа сайтов, чтобы вы просто понимали, а то часто многие приходят спрашивают, а как лендинги делать, а как создавать посадочные страницы. Это все одно и то же, собственно, спрашивается. Это некие одностраничные сайты, которые направлены на определенную задачу. Следующая структура лекции у нас будет. Ключевые отличия дизайна многостраничных от одностраничных сайтов, тех же самых лендингов. Ну и рассмотрим с вами особенности построения этих самых лендингов, в чем их отличие основное. Итак, в чем же отличаются одностраничные сайты, они же лендинги, от многостраничных сайтов. Собственно, главное понимать, что оба этих сайта, несмотря на то, что они там как-то схожи, то и то сайты, собственно говоря, но они немножко отличаются по своей цели, на которую они направлены. Соответственно, как бы источную цель отличается, то и функциональность тоже будет несколько отлична. Для чего и когда вам может понадобиться лендинг пейдж. Как правило, лендинги создаются под определенную, как я сказал, цель определенную. Например, продажа какого-то определенного товара, ну или группы товаров, или там аукционная скидка, или, возможно, на какой-нибудь определенный сервисную услугу продать. То есть, вот для этого именно создаются одностраничные страницы, сайты. Ну, какие-то короткие распродажи и все остальное, все, что с этим связано. Как понимаете, ну, на большом сайте под такое цель выделять целую страницу, ну, то есть, ну, можно, конечно, это будет все равно лендингом неким, но проще под это делать отдельную страничку со своим доменным именем, которая более-менее оформлена под эту акцию, и вот это и называется лендингом, собственно говоря. Ну, а в свою очередь, если мы говорим про обычный сайт, это многостраничник, то он больше, соответственно, ну, необходим для кого-то более-менее крупного бизнеса, либо для, ну, сложной какой-то структуры товаров, в общем, все, что не укладывается в понятие лендинга, уходит в понятие многостраничного сайта. Ну, соответственно, многостраничные сайты – это те, у которых есть развернутое меню, по которым можно погулять, походить, по разной странице посмотреть. Итак, основные плюсы и минусы лендинга и многостраничного сайта. Если мы говорим про лендинг-пейдж, то это, как правило, более высокая конверсия посетителя в контакты. Что это значит? То есть вся суть лендинга, она направлена на то, чтобы быстро человека замотивировать на продажу и дать ему одну-единственную кнопку для того, чтобы он эту продажу совершил, то есть покупку у нас чего-либо, услугу заказал или, может, зарегистрировался на каком-то сервисе или вот какой-то товар аукционный купил, который мы, соответственно, продвигаем на этой странице. Ну, а обычный сайт, он, конечно, имеет менее высокую конверсию с посетителя в контакт, потому что, ну, соответственно, человек зашел, посмотрел и не обязательно что-то даже может купить или заказать на этом сайте, просто зашел ознакомиться. Соответственно, лендинги у нас генерируют, так как они больше направлены на продажу, они генерируют достаточно большое количество заявок, но они, как бы, менее могут быть заинтересованы, потому что сами, наверное, сталкивались, что заходите на какую-нибудь посадочную страницу, а там вот сейчас там акция действует, она там последние 24 часа, вот только успею, успею зарегистрироваться, и вы не понимаете, нужна вам эта услуга дальнейшего, будете ее оплачивать, нет, но вроде бы скидка интересна, дай-ка я на всякий случай зарегистрируюсь. И вот поэтому по такому принципу лендинги генерируют большое количество лидов, ну, соответственно, дальше уже дело маркетологов и продажников их сконвертировать на полноценных клиентов. Ну, а большой сайт, соответственно, наоборот действует, то есть он долго гуляет по этому сайту, смотрит, ознакомливается с услугами, там, с какими-то материалами компании, и в итоге он такой, а, ну все, мне эта компания нравится, я ее выбираю и пойду у нее заказывать какую-то там услугу или товар. Далее смотрим. Информация на лендинге наносится тезисно и основным, ну, с основным смыслом, то есть поскольку у нас задача быстро-быстро-быстро человека обработать, мы ему буквально там заголовками, какими-то кричащими, какими-то короткими фразами пытаемся донести основную мысль, что вот, чувак, смотри, здесь у нас товар, он продается по такой-то цене, с скидкой там самая большая, которой больше никогда не будет, и вот только здесь и сейчас ты можешь его купить. Вот, как бы, основной посыл любого лендинг-пейджа. Соответственно, на большом сайте мы, как правило, такого себе не позволяем делать, потому что у нас там, если мы говорим про какой-то каталог или интернет-магазин, то это просто какой-то сдержан, в едином стиле выдержаны какие-то карточки товаров, которые там, ну, конечно, там будут написаны скидки и все такое, но там у нас больше места, больше возможностей как-то подольше с клиентом пообщаться. Ну, соответственно, дальше. Все эти отличия между сайтом и не все равно вытекают из их основной целенаправленности. То есть на лендинге мы стараемся не отвлекать человека от основного действия, то есть у нас одна и та же кнопка, может повторяться в нескольких местах, то есть купи, купи вот здесь, купи здесь, и в конце еще раз купи, не забудь, что ты нажать на эту кнопку. И вот на это основное действие, собственно говоря, и направлен весь сайт. Обычно сайта такого не происходит, как правило. Ну и опять же, специфика наших страниц показывает, что поскольку мы человек вот так вот быстро мотивируем, 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 он вызывает немножко меньше доверия, мы слишком навязчиво здесь пытаемся обработать, ну и, соответственно, доверие чуть-чуть меньше вызывает. Но опять же, все зависит от конкретного примера, если мы говорим про лендинги. Особенности дизайна и размещения модулей на лендинг-пейдж. То есть любой лендинг, какой бы он ни был, там длинный, короткий, неважно, он, собственно говоря, делится на две больших части. Это первый экран и остальная часть лендинга. И вот задача первого экрана максимально вот его зацепить, так, чтобы человек заинтересовался, уже захотел все, что мы ему продаем, купить. А вся остальная часть направлена только лишь на поддержание и, скажем так, устранение каких-то там невозможных несогласованностей или еще что-то, каких-то каких-то сомнений, так скажем. Здесь тоже самое описано. И что же у нас включает первый экран, по сути? Как правило, первый экран может включать в себя логотип, дескрипт, контакт, меню, заголовок, подзаголок изображения, сетя элемент какой-нибудь, идентификация и выгоды. Все это мы сейчас ниже с вами рассмотрим, чтобы подробнее, что и есть, что. И обсудим. Первый. Логотип. Ну, собственно, что только логотип, это, как правило, фирменное наименование компании каком-то там, либо там символика компании, неважно. То есть, что-то, что дает человеку понимание, что вот это принадлежит к этой компании условной. Ну, либо имя человека, если мы говорим про какой-то там бизнес-тренера, там еще что-нибудь. То есть, это вот, к этому все относится. Дескрипт – это то, что информирует пользователя о том, вообще, куда он попал и вообще, что это такое, в буквально нескольких словах. Ну, и контакт, либо кнопка «Заказать», «Куперите», «Оформить там обратную связь», либо номер телефона для того, чтобы человек мог связаться непосредственно с нами. И с упрощенной схемой это может выглядеть примерно вот так. То есть, это верхняя самая шапочка, верхняя часть хедера. И, как видите, то есть, логотип этого там, лого компании, дескрипты там, юридические услуги какие-нибудь там. Рядом там номер телефона и «Заказать звонок». Это вот схематично можно рассмотреть так. Далее мы добавляем, возможно, меню. То есть, если вы видите меню у нас на лендинге, это не означает, что именно оно будет переключать вас на новой странице. Очень часто используются так называемые якорные ссылки. Анкер-поинт их называют, неважно. Это что это такое? Это ссылки, пункты меню, которые вас навигируют на определенную часть этого лендинга. То есть, они перемещают не между страницами, а по одной длинной странице. То есть, вы нажали там на отзывы, и вас автоматически промотало до раздела с отзывами. Некуда вы не переходя в этом плане. Могли не переходить. Заголовок, ну или самая важная часть, конечно, да. То есть, первое, что человек у вас увидит на вашем сайте, это большим крупным шрифтом написано там какой-нибудь там заголовок, который относится непосредственно к тематике лендинга. Ну, а под ним уже сопроводитель текста какой-нибудь подзаголовок, который описывает более детально всю суть. Или еще раз об этом подчеркивает. То есть, опять же, схематично это все примерно так. У нас, как я раз говорил ранее, есть логотип с дескриптом, с кнопкой, и вот большой заголовок. То есть, под эту схему попадают вообще любые, в принципе, лендинги. А в современном мире многие стараются и главную страницу большого своего сайта тоже делать в виде лендинга. Ну, какого-то некого такого, чтобы с применением, так скажем, всех этих методик. Поэтому часто вы зайдете на любой сайт, вы видите там логотип, кнопка, большой какой-нибудь заголовок по центру, и рядом сопроводительный текст, который просто подсказывает, что это такое. То есть, по такой схеме и, в принципе, сейчас все сайты строятся. Изображение. В структуре лендинга это, конечно, тоже очень важно. Про то, где брать хорошее изображение, я вам уже рассказывал, но еще раз повторюсь, что оно очень важно с точки зрения того, чтобы человек сразу увидел и на подсознательном уровне понял вообще, что за сайт перед ним сейчас находится. Тем самым, ну, мы просто визуально дополняем наш текст и даем человеку больше понимания, гораздо быстрее он понимает, что нужно делать и вообще о чем эта страница. То есть, старайтесь, чтобы ваша картинка выглядела максимально четко, не было там какой-то размытости, потому что, ну, не четкие картинки, сами понимаете, что они не, ну, они сейчас в современном мире просто уже непозволительная роскошь составляет такую картинку. Все уже давно привыкли, что должно быть красиво, четенько, ярко, и если у вас не так, то, соответственно, вы какой-то считаете, как какой-то некий аутсайдер, что вроде где-то там натырил каких-то картинок, не догнал их под свой размер, никак ничего не сделал, ну, соответственно, уже какой-то негативный оттенок остается у человека. Поэтому картинки нужны, картинки нужны качественные. Ну и кнопка, собственно говоря, то есть, помимо того, что у нас в хедере есть какая-то, возможно, присутствует какая-то кнопочка, но и на самом главном экране тоже непосредственно бы неплохо было бы разместить какую-нибудь большую кнопку, которая наглядно человеку дает понятие. Вот нажми сюда, и получишь результат какой-то. Формы обратной связи, поскольку мы говорим про ленды, они тоже достаточно часто встречаются. Это, ну, соответственно, уже какое-то поле ввода, объединенное вместе с кнопочкой, в котором человек заполняет либо там e-mail, либо какие-то свои контактные данные оставляет. Ну, если просто мы собираем какие-то лидогенерации, так проводим, собираем как можно больше контактов с людей. И для ускорения процесса, чтобы человек меньше кликал по нашему сайту, мы ему сразу говорим, вот сюда введи e-mail и нажми сюда. Все, мы больше от тебя ничего не хотим. И даем тебе за это скидку там или еще что-то. То есть форму достаточно часто также выносят на передний план. Бывает так, что делаю, что есть большая кнопка сверху, а снизу уже идет какое-нибудь поле ввода непосредственно с кнопочкой подписаться, там еще что-то. Идентификация. С помощью этого раздела вы помогаете понять посетителю вообще, насколько ему полезен этот сайт. То есть это может тоже присутствовать, может нет. Вообще все эти элементы, в принципе, могут комбинироваться в разной схеме, поэтому здесь я просто привел максимальное количество того, что встречается в мире. И что такое идентификация? Это, допустим, как на нашем примере написано для предпринимателей и маркетологов. То есть человек зашел, он видит, так, я предприниматель, значит, это уже точно ко мне. Значит, он уже подсознательно думает, что так, чем это может быть полезно мне, как предприниматель, и начинает уже более детально вчитываться. Соответственно, если он не предприниматель, не маркетолог, то он у нас, скорее всего, отпадает. Ну и значит, это не наш клиент, потому что мы четко дали понять, что это нас ограничивало нашу аудиторию. Ну и как бы схематично все это можно представить в каком-то таком виде, как я и сказал, любой сайт, любой лендинг подходит под вот это вот. Это главное, что касается главного экрана, самого первого, самого важного. То есть мы ему говорим, что мы ему предлагаем. Еще раз подтверждаем, что вот здесь у нас есть такая-то скидка, не забудьте ей воспользоваться там условно. И большую кнопку ему размещаем, при этом сопровождая все это какими-то графическими элементами, которые ему дают визуальное восприятие еще быстрее понять. Ну и контакт с логотипом тоже нужны. И это, что касается главного экрана. Выгоды, если у вас, конечно, еще осталось место на лейдинге, просто как вы все это разместили, то неплохо бы ему написать, что вот с нами вы увеличите продажи в два раза. Причем стараться здесь нужно именно использовать какие-то конкретные значения, потому что в первом примере вы сильно увеличите с нами продажи. То есть человек говорит, а что значит сильно? А у меня сейчас не сильно, у меня сейчас слава, а или наоборот у меня сейчас с зильными не надо это. И тоже такие несомнительные выгоды для него. Поэтому такие лучше вообще не писать, а писать что-то более-менее меняемое. То, что вы конкретно можете подтвердить, конечно же. Ну здесь я вам, у кого вам участвовать, не как дизайнер, а как больше как маркетологам внутри вас. Поэтому если вам вдруг придется писать подобные какие-то маркетинговые тексты или как-то помогать команде разработчиков, ну имейте в виду, что неплохо было бы что-нибудь такое подсказать, уже заранее в дизайне написать. Может быть это как-то ускорит процесс разработки в целом. А можете посмотреть быстрее прямые хламбинги имеющиеся? Давай мы сейчас дойдем до конца этой лекции, и мы к этому вернемся. Так что ты пока скидывай куда-нибудь. Ну может расшарить на фигме, если оно... Или они у тебя где, сверстанные? Нет, они не верстанные. Тогда закидывай, сейчас посмотрим заодно. А можно еще раз почте, пожалуйста? Можно. Так, минутку. А у тебя же у нас сохранилось. Сзади вот тот проект, который ты шарила. У меня же не храненая, только Полина. Я не знаю, кто это. Ну и поехали дальше. Собственно. Это мы с вами рассмотрели первый экран. Далее все остальные, все, что встречается на сайтах, на ленингах, это некие блоки, которые просто дополняют и дополнительно мотивируют человека нажать на кнопочку, которую он встретил на первом экране. То есть здесь могут быть рассказы о проекте, понятные выгоды и блоки доверия и целевое там действие какое-нибудь. Рассказ о проекте. Ну это, в принципе, очевидно. Мы здесь коротко даем понять о том, что это такое и куда человек вообще зашел. Ну и просто коротко объясняем. Выгоды – это какие-то преимущества, что у нас там, мы там столько-то лет на рынке, там у нас там только сегодня у вас там сегодня скидка 50%, то есть это какая-то выгода, которую человек по ним наглядно видит и понимает. Блоки доверия – это, соответственно, какие-то отзывы клиентов довольных, там какие-то, может быть, сертификаты, если мы говорим про какого-то специалиста, там партнерские логотипы, с кем мы там до этого работали, если мы говорим про какую-нибудь компанию или там опять же фрилансер какого-нибудь. История успеха, там команда наша – это все про то, что вызывает у человека дополнительное доверие, что это не шараж-монтаж какая-то, а вот реально существующий бизнес, который его не кинет, как минимум, в этом предложении. И целевое действие может содержать какие-то, опять же, как я говорил, формы обратной связи, призывы, опять же, подписки и так далее. Вот такой вот есть сайт, хотел вам тоже его показать, landbook.com. Собственно говоря, что это такое? Это ресурсы, на котором выкладываются достаточно интересные ленинги, поэтому, с точки зрения вдохновения, я думаю, вы бы его тоже могли бы как-то использовать. Ну, давайте откроем парочку. Так, откроется, нет, что-то ссылки есть не у вас всех. Ну, ладно. Ну, собственно говоря, да, тут интересный генесайт и сборник обычно таких-то сайтов, и тут достаточно много всего для вдохновения. Интересный сверстанный сайт, я считаю. То есть, фактически, это готовые? Нет, это и есть, что готовые сайты, они просто в негде такой топы выбирают, которые, на их взгляд, достаточно крутыми являются, и можно их смотреть, как бы вдохновляться, то есть, это уже готовые ресурсы, достаточно много всего, и оно постоянно обновляется. То есть, это просто рабочие сайты? Да, это рабочие сайты. В принципе, такие анимации мне нравятся, когда такие плавные переходы встречаются на страницах. А как такие плавные переходы вырисовываются? Или это пишется для... Ну, это ты уже можешь писать непосредственно верстальщику, если ты хочешь это продемонстрировать, то здесь уже только имитацию делать, типа готового сайта. Можно в каком-нибудь автор-эффекте это все попытаться настроить. Ну, делаешь там какие-то переходы и все остальное. Ну, есть, в принципе, есть более легковесные программы для анимирования интерфейсов, но там немножко, соответственно, меньше функциональности. Вот, автор-эффект такой монструозный. Ну, да, в тильде уже встроен набор неких анимаций, да, там, по-моему, даже можно их кастабизировать как-то, если обладаешь определенными навыками. Ну, нет, какие-то базовые анимации и сама фигма по себе, сама в себе встроена. То есть, если я вам ранее, по-моему, на прошлом занятии показывал про смарт-анимейшн, ну, я думаю, можно еще раз повториться, покажу еще раз, какие-то вещи можно делать именно в самой фигме, не выходя из нее. Но вот, если вы прям хотите какие-то нестандартные вещи видеть, там, допустим, скорость анимации подправить или еще что-нибудь, ну, вот это уже надо более серьезные инструменты иметь для этого. Для того, чтобы просто продемонстрировать это разработчику, потому что все равно потом ему придется писать это кодом. По факту то, что вы ему покажете, он просто дополнительно меньше вопросов вам будет задавать, а как это сделать, как это сделать. Ну, либо вы потом берете вместе с ним, садитесь, наливаете чашку кофе и просто он вам показывает так, так как ты хотел, бишь. Нет, давай вот здесь это ускорим, а это, наоборот, замедлим. И вот сидите вот так вот ковыряете. В принципе, тоже подход достаточно эффективный. Если вы просто сядете, мы минут за 10 быстренько набросали все, он-то все, соответственно, запрулил и отправил код в продакшн. Так что я обычно так и поступаю, то есть редко я сижу и сам настраиваю эти все анимации. А, ну, собственно, практика у нас дальше.